Всем привет! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал. А мы начинаем второй урок по Gulp. Сегодня мы поговорим о работе с самим CSS. Я покажу вам основные плагины, которые используются при работе с CSS. Также, если вы используете Gulp и у вас в работе задействованы какие-либо плагины, которые я не включил в список, то напишите в комментариях. Я думаю, что в следующих видео по Gulp мы обсудим данные плагины, и я вам расскажу плюсы и минусы, также почему они все-таки не были включены в данный список. Итак, давайте перейдем к рассмотрению плагинов. Gulp такова политика, что каждый плагин должен выполнять одно действие. Начнем работу с CSS. Мы с такого плагина, который называется ConCut. Например, если у вас случай, допустим, два файла Style и Normalize, или, допустим, Bootstrap или Foundation CSS, вам нужно поместить их в один файл. Делается это с помощью данного плагина. Называется он ConCut.css. Вот это он. Смотрите, для начала вам нужно установить данный плагин в ваш проект. Вы копируете, переходите в папку с вашим Gulp, нажимаете «Открыть окно команд», и здесь вы вставляете данную строку и устанавливаете. После этого нам нужно открыть наш Gulp файл и ввести сюда данный код. Смотрите, здесь у нас есть папка Assets. Мы ее назовем CSS, потому что у нас она так и называется. Правильно же? Да, правильно. И после этого здесь у нас будет папка Out. Внутри данной папки у нас создаст папка Styles. И у нас файл будет называться Bundle.css. То есть, смотрите, два файла объединятся в один – Normalize и Style. Что ж, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Мы запустим наш Gulp. И после этого перейдем в папку Out. В ней есть Styles. И вот наш Bundle файл. Как видите, вот сгенерировался он. Здесь появились те свойства с Normalize и с нашего CSS файла. Вот, как вы видите, файлы с CSS – это урок по JavaScript практике, который будет на днях мы будем делать Lightbox. Итак, как видите, Bundle.css, но он у нас огромный просто, со всеми комментариями. Давайте его минифицируем. Для того, чтобы минифицировать файлы, нам нужно воспользоваться таким плагином, как Minify. Вот он, Gulp.Clean.css. Это тот же Minify. Смотрите, вам нужно также по аналогии установить его. npm install.gulp.clean. SaveDev. Вы устанавливаете его. После этого нам нужно добавить данный пайп. Итак, смотрите, у нас уже есть данная строка, откуда у нас берутся CSS файлы. Нам нужно добавить данный пайп. Добавим его после нашего concat.css. После этого мы запускаем наш Gulp. У нас ошибка, нам нужно объявить данную переменную clean.css. Смотрите, после этого мы запускаем наш Gulp. И все прекрасно работает. Наш Bundle.css, теперь он будет полностью минифицирован. Круто. Я считаю, что это действительно классно. Вы очень быстро, буквально несколькими командами, при том, что когда вы работаете с ними каждый день, вам не приходится их записывать по новой. Просто копируйте, запускайте Gulp, и у вас все работает. Следующий. Далее я хотел бы воспользоваться таким плагином, который переименовывает файлы. Называется он Gulp.Rename. То есть, по сути, после того, как мы получаем наш Bundle.css, я бы хотел, чтобы он назывался, допустим, bundle.min.css. И для этого мы установим для начала. После этого нужно ввести данный pipe. А также не забудьте переменную добавить. Gulp.Rename. И после этого у нас здесь будет идти pipe, который будет называть наш файл. Допустим, он будет у нас просто в DEST. И назваться он у нас будет bundle.min.css. То есть, минифицированный файл. Так, после этого, давайте здесь, чтобы было все идеально. Так, после этого мы давайте запустим Gulp. И посмотрим, как это будет выглядеть. Как вы видите, вот наш bundle.min.css. Появился и прекрасно запустился после переименования. Также я бы хотел вам рассказать о таком плагине. Называется он un.css. Этот плагин, допустим, при разработке вы написали огромное количество css-кода. И даже могли забыть, что какая-то часть у вас совсем не используется. Для того, чтобы удалить неиспользуемый css, мы будем использовать данный плагин. Называется он таким образом. Un.css. Вы также его по аналогии устанавливаете. И здесь нужно переменную не забыть поставить. И также добавить pipe. Здесь в pipe нам нужна информация о html файле. Допустим, если он у вас лежит в папке, вы используете вот такой вот путь. Если у вас, допустим, вы можете с url работать. И также, если он лежит у вас в корне, то вы просто вставляете название index.html, и все у вас будет прекрасно работать. Давайте, допустим, запустим вот таким вот образом. И посмотрим, какие части у нас останутся. Как видите, файл у нас весил 4 кб, стал весить 2 кб. В общем, вот таким вот образом у нас все работает. Все css-плагины вы можете найти по ссылке в описании. Я ставлю этот сайт gulp.js.com.plugins. Здесь вы можете ввести gulp.css и найти плагин, который вам будет интересен по тегам, а также просто по названию. Здесь огромное количество плагинов. Вот мы можем еще установить gulp.css.beauty. Он делает ваш код легко читаемым, то есть по типу минификатора, только работает немного по-другому. Здесь огромное количество данных плагинов. Вы можете найти самое интересное себе. Также я бы отнес к этому видео работу с препроцессорами sas и less, также работу со спрайтами, спрайт-шит, также с URL-ами очень удобно работать, URL-пфиксер. Всем желаю ознакомиться с данным сайтом. Делается все, как вы видели, очень просто. Очень простые мы манипуляции проводили, а сокращает время работы больше, чем в 3 или в 4 раза. То есть если бы вы, допустим, тот же concat, вам бы приходилось открывать все файлы, добавлять их в один, также минификатор использовать потом отдельно. Ну, то есть это было бы очень долго. Также в следующем уроке у нас будет вся работа с JavaScript-файлами. Мы также воспользуемся concat-ом, но не буду рассказывать, вы все посмотрите. Видео выйдет, думаю, скоро. Либо, когда вы это уже смотрите, оно уже есть на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok